Известие о том, что в физкультурно-оздоровительном комплексе Орджоникидовского района с недавних пор работает Николай Широков, человек-легенда южно-уральской легкой атлетики, я получил нынешней весной. И в одну из апрельских суббот мы отправились на встречу с ним. Но приехав в ФОК, мы увидели здесь столько интересного, что интервью с Широковым, чемпионом СССР в беге на 800 метров, не то чтобы отошло на второй план, оно невольно растворилось в одномоментном потоке бурной спортивной жизни района, изобилующей событиями разнообразного уровня, главный из которых – первенство района по баскетболу. В финале встречались команды 38-й и 59-й школ. Вы не сразу мне поверите, если я скажу, что эти парни совсем недавно играли на лучших баскетбольных площадках Италии и США. Тем более, что они не являются учащимися специализированных баскетбольных спортшкол города. Как и в то, что один из арбитров финала – глава районной администрации. И легкой атлетикой занимался, и баскетболом, и волейболом, и шахматами. Приходится заниматься, показывать небольшой пример молодежи, чему-то у них учиться. Третий год подряд в районе проводим районные соревнования по баскетболу. Ребята наши побывали в некоторых странах, показали себя, посмотрели. Я думаю, это традиция будет. В каких странах? Ездили ребята в Америку, в Италию, вернее, в Испанию, вернулись из Италии, заняли, правда, четвертое место. Но мы считаем, что это большое достижение. В Европе, да, четвертое? Четвертое на международном турнире. Вы слышали сегодня, да, как их поддерживали девчонки. В фозе. Да, директора школ здесь, заучи, руководители физвоспитания. Ну, ребята уже стали небольшими, можно сказать, лидерами в школе, в хорошем плане, я имею в виду. Почувствовали за личностью? Личностью почувствовали, значит, и так выглядит, стали интереснее выглядеть, мне кажется, потому что я с ними часто встречаюсь. Уже к концу спортивного сезона, у нас он продолжается почти полгода, они так стали выглядеть, ну, немножко, что ли, ну, поинтереснее. Это что, ностальгия по прошлому, да? Да, это так можно назвать. Ну, вообще-то, это хобби наше, так что вот мы раньше играли вот с Валерием Николаевичем, еще в техникуме будучи учились, это вот 56-й, 58-й, 60-й год. Поднявшись с камерой на второй этаж, Фока, мы увидели этих прелестных танцовщиц, уже собирающимися домой. На нашу просьбу повторить хотя бы один аэробический фрагмент мы услышали, нет, только полный цикл. Ну, что же нам оставалось делать? Пообещали, что камера будет работать полных 5 минут, но взамен на разговор в кадре. Сейчас жизнь так интересно у нас устроена, что что-то такое появилось, как женская мечта. Знаете, как бывает? Нет, не знаю. Женщина всегда мечтает, чтобы не вложить усилий, нисколько получить отличный результат. То есть не стареть годами, не болеть, там хорошо выглядеть, жира не иметь. На самом деле так не бывает. Я занимаюсь женщинами уже много лет, и я понимаю, что результат приходит только в течение… Результат является только следствием работы. Вам не мешает такое боление за чужой вид спорта? Оно нам даже помогает где-то, потому что вот эти эмоции, они у нас тоже действуют, да, они нас заряжают энергией тоже. Потому что когда много зрителей, нам заниматься значительно приятнее. Мы какой-то еще… Это не ваши зрители. Почему не наши? Наших зрителей тоже… Они туда смотрят. А вы знаете, когда мы начинаем заниматься, они туда уже смотрят меньше. Этих ребят вы только что видели не на татами, а в игровом зале, в перерыве финального матча по баскетболу. Внутренне понимая, что школа джиу-джитсу, теорию которой исповедуют они, не позволит борцам получить травмы на деревянном полу, мы все же захотели убедиться в этом лично. Среди болельщиков на трибунах встречались знакомые лица, в основном старых друзей по спорту. И поэтому, увидев в толпе одно очень влиятельное лицо в городском масштабе, мы не удержались от искуса подойти к нему с микрофоном. Но поскольку баскетбольный финал достиг апогея, что выразилось в диких выплесках болельщикских эмоций, пришлось выходить на улицу. Я пришел поболеть за ребят, которые участвуют в чемпионате района. И я здесь сегодня нахожусь просто как житель района. Дети ваши играют в баскетбол? Нет, мой сын не играет в баскетбол, у него другой вид спорта. Но тем не менее, я пришел сюда поболеть, отдыхаю душой. Вы рядом живете? Я житель этого района. Поэтому в свое свободное время пришел поболеть за ребят, которые сегодня участвуют в этих соревнованиях. А вот эти люди, которые здесь работают, они не используют факт присутствия вашего, чтобы решить свои проблемы. Они видят, как много строят, нас финансировать? Нет, совершенно. Этот факт не используется. Здесь, в общем-то, очень много неравнодушных людей, в первую очередь глава района, который помогает, я думаю, большую задачу решает в плане того, чтобы отвезти детей с улицы, привлечь их к труду, к спорту. И вот это очень здорово. Тех из вас, кого все-таки заинтересовала встреча с чемпионом СССР, сразу успокоим. Она состоялась. Но прежде слово директору ФОКа. Также в прошлом легкоатлету. Правда, не такому знаменитому. Планы, грандиозные. Если все получится, то будет, наверное, неплохо. Значит, планы мы включили в строительство стадиона, который представляет из себя футбольное поле, значит, зеленое, с хорошим травяным покрытием. Значит, дорожку 250 метров. Четыре корта. Но они не будут официально кортом являться, а универсальной площадкой, на которой мы можем играть волейбол, баскетбол, футбол. И в том числе большой теннис. Планы, которые далеко идущие вдаль, это строительство оздоровительного центра, где будут включать в себя сауну и кафе молодежного типа. А также третьим этапом строительства, которое мы планируем, это строительство 25-метрового бассейна. В последний раз виделись чемпион СССР в Тбилиси и спартакиады народов СССР в Челябинске. Так, 79-й год? Да, в 79-м году, когда мы стали чемпионами спартакиады. Сборная команда Челябинской области в эстафете 4 по 400. Мы завоевали золотые медали. От Олимпиады, я помню, подлые чиновники спортивно тебя стягнули просто, да? Непонятно почему. Да, на Олимпиаду я попал, но тренерский совет в последний момент постановил, что третьего участника на Олимпиаду... Какого-то Магнитогорска тем более, да? Да. Бежали ребята, Коля Киров из Белоруссии и украинец Толя Решетняк. Но с Россией никого не взяли. Хотя у тебя тогда время было 1-46 и 2? 1-46, 2. Я был третьим на отборе, на отборочных соревнованиях. Ну, я знаю, в Москве ты на Олимпиаде мог и выстрелить, да? Ну, готов был, по-моему, да? Я был очень сильно готов. Я был в Белизе, Челябинске. Я был очень сильно готов, но... Ладно, закончим ностальгический период. Чем сейчас занимаешься? Почему здесь в Фоке? Сейчас работаю заместителем директора физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивной части. Ну, мы как давнишние друзья и бывшие лёгкоатлеты. Вадим Ханафеевич Якупов мне предложил здесь работать. Я согласился с удовольствием, потому что 15 лет был в спорте. Всё же это очень большая база. Вот сейчас занимаемся здесь. Открыли базу нашего района. Школьники ведут здесь, проводим здесь соревнования по волейболу. Вот как ты слушаешь легенда живая, да? Ходишь на ВДНХ, вот есть люди с медалями, да? Ну, вообще, конечно, что-то осталось от этого. Отставляешь личным примером, да? Да. Ну, ребята спрашивают, правда ли это, что был чемпионом, призёром страны. Многие не знают меня, но сейчас вроде пообщаемся очень часто, особенно с баскетболистами. Ребята, которые в нас... Ну, вот как-то вот снивелировалось, вернее, изменилось восприятие вот чисто... Вот чемпион России или чемпион СССР? Это, по-моему, вещи совершенно разные, да? Вообще, конечно, чемпионом России я очень много раз был. Но чемпионом Союза только один раз. Продолжение следует...